Продолжение следует... Продолжение следует... Такой состоятельный, серьёзный доклад, чуть не сказал научный, хотя может быть, да, по этой теме. И мы подошли плавненько так к вопросам, которые появились в чате Народного славянского радио и на канале Ютуба, также нашего радио. Если готов, то я начну их озвучить. Да, конечно, конечно. Итак, первый вопрос. Сергей Рытов из Ютуба нам прислал. Уменьшить стресс можно переездом из мегаполиса на природу. Я слышал, что ореол, где человеку будет комфортно на Земле, это 100 километров от места рождения. Правда ли это? Да, правда. Есть такое понятие энергетическая куповина, которая связывает нас. Если мы переезжаем, допустим, в какое-то место далеке от Родины, то есть сборка пространства в нашей реальности голограммной, она происходит с искажением. Ну, то есть труднее будет работать, найти личную жизнь на нашей стране. Поэтому есть такие практики. Один из вариантов – это перенесение своей, как говорится, куповидной энергетической. Ну, это индивидуально. То есть я не буду сейчас рассказывать о технологиях. Ну, мысленно вы просто представляете, что вы заикаряетесь на этой земле, той, которой вы живете, новой. Ну, у нас в славянстве это слово называется таким красивым «Родина». Поэтому, когда мы приземляемся, мы говорим, вот это наша Родина. Поэтому нас и тянет на Родину, когда мы уезжаем. Да, дальше. Да, согласен с тобой, есть понятие разных Родин. Есть малая Родина – это где человек родился, и где вот он вырос, и где его корни. Есть Родина вообще. Вот когда человек пересекает границу, где стоят полосатые столбики, он говорит, вышел за пределы Родины или вернулся на Родину. Даже если он ещё не дошёл до места, где его отчий дом стоит, то он может встать на колени, поцеловать землю, раскинуть руки и сказать «Наконец-то я на Родине». Но уж когда до дома добирается, то там уже другие будут чувства. Итак, реплика из Ютуба от Светы. Уехать в деревню однозначно. Уменьшить стресс, наверное, так, да? Москвичи уезжают часто, занимаются фервенством. Лично знаю одного врача в деревне. Разводят коз, овец и прочее. Надо на землю ехать, как ты думаешь? Разводить коз, овец и прочее. Это выбор каждого человека. Вообще, я считаю, что каждый человек правил выбирать. Мы должны жить на природе и взаимодействовать с останством. Но поскольку у нас некоторые молодые души выбирают высокоинтенсивный опыт нахождения в городе и взаимодействия в городе, для кого-то и город это лучше, чем... Если там глухомани и интернета нет, и ничего нет, и Косово, может для кого-то это и хорошо, но если вы подростка привезёте, и он, конечно, будет прорваться в город, для него это будет стресс. Поэтому всё относительно. Так, ну вот Владимир Азаматич подключается к нашей беседе. Здравия, Александр! Я боюсь дураков. Особенно, когда дурак за штурвалом самолёта, или дурак с оружием, или если три дурака на дороге одновременно, или когда нужно дураку объяснить что-либо. Как избавиться от этих страхов? Дураки — это что, карма такая? Ну, на самом деле, смешной вопрос. Дурак — это который, знаете, да, сбухается, который думает, двух или больше измерений. Всё многомерная личность, и никогда не знаешь, куда идёт. Но опять же, то, что излучаешь, то и получаешь. То есть, если вы притягиваете страх, то вы страхом притягиваете таких дураков. Всё вам пространство говорит. Будьте профессионалом, сами работайте над собой, не надо ничего бояться, нужно доверять. Возможно, в какой-то степени тоже непрофессионалы вам показывают. И если вот такие люди вас окружают, то вам надо становиться самим специалистом в какой-то области. Потому что иногда, может, если к вам обращается по какой-то вашей деятельности, вас тоже могут воспринять по-другому. Поэтому всё зависит от того, для кого-то вы воспринимаете человека дураком, а для кого-то он может быть и гением. Всё относительно. Да. Вот когда ты рассказывал что-то, там произнес фразу «Эй, ты вор!» и сказал «Ну, если вас-то касается, вы обернётесь». Вот знаешь, почему я обернусь? Я обернусь потому, что мне нужно посмотреть, а может быть, этого вора необходимо задержать, может быть… Нет, правильно. Ну, это я как пример. То есть это, знаете, или ты дурак, или кто-то ещё сказать. Да, тем более. Дурак может сейчас палку взять, кому-то там в голову целить. Надо же защитить этого человека, может быть, или хотя бы разобраться. Может быть, дурак – это как раз та самая рука бога, которая этому дебилу должна бошку проломить, да? Ну, по-разному. Да, поэтому я должен разобраться в ситуации. Дурак он сам по себе действует с демонической точки зрения или с божественной. И потом, может быть, дураку ещё помочь надо. Маленькую дубину взял. Возьми вот это получше, покрепче. Это надо сердцем слушать. Иногда бывают случаи, когда вы вмешиваетесь, и потом вас кармически наказывают. И есть случаи, я знаю, случаи, когда люди калеками становятся, когда вмешивались и сами не понимали, зачем они вмешивались, встаивали интересы людей, хотя там и те были неправы, и те. Так что всё относительно. Да, я про это. Я вот обернусь, чтобы разобраться в ситуации. С одной стороны, я человек равнодушный, я равен душой ко всему в этом мире, а с другой стороны, я неравнодушный. Я стремлюсь людям помогать. Так, дальше идём. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Как понять, что карма очищена? Примеры по очищениям, по-вашему. Благодарю, Александр, всех было. Великолепный вопрос, Геннадий. Я считаю, он пятёрочку. На самом деле, карма, когда очищена, этот вопрос изначально вообще даже не появляется. То есть ваша жизнь гармонична. Вы несёте свет, любовь, вы радостный человек, у вас нет никаких тяжёлых испытаний, вы нарабатываете только положительное. Поэтому это и есть такой, как индикатор. Хотите, называйте это состояние любви. Ну, можно так сказать. Хорошо. Так, Олег из Иркутска к нам присоединился. Наличие стрессов у современных людей — это результат нецелостных, неполных знаний. Антистресс — это подключение родовой памяти и расконсервирование потенциала человеческого мозга. О, как завернул, интересно. Что скажешь? Олег, тоже хороший вопрос. Всё зависит от ситуации. То есть если у человека родовые генетические, тут надо отсмотреть. Это было у родных и близких. Это родовое тянется, и у вас оно на физике почки болят, зуб болят, кости болят. И оно отзеркаливает на физике, на физическом теле. Или это у вас такой жизненный опыт, где вы проходите, либо на эту жизнь отрабатываете. Есть люди-сталкеры, которые нарабатывают опыт через стресс. То есть через всякие стрессовые нетипичные ситуации нарабатывается мышечная память. Нельзя так сказать однозначно. То есть надо в каждой ситуации смотреть по-разному. Но это опыт. Это вечная проблема у всех. Это личным примером. Покажите пример, когда вы будете здоровыми, счастливыми, яркими, богатыми, творческими. Они будут спрашивать, слушай, а что ты такое делаешь? Ну вот, пью чистую воду, не пью, не курю, занимаюсь здоровым делом, не смотрю телевизор. А что, это помогает? Ну вот. И только примером. А по-другому никак. Ты знаешь, у меня есть один знакомый. Мы с ним уже лет, наверное, 20. Да, больше уже 20 лет знакомы. И он всё время как-то удивлялся моему образу жизни. У меня всегда как-то был достаток, всегда что-то такое, какие-то идеи, мысли, я что-то делал всегда. И он всегда думал, ну почему так вот? Я там вкалываю, 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 нифига ничего у меня нету, нифига ничего не могу добиться, хотя такой весь интеллектуальный, старше тебя, и опыта у меня больше. А ты так как-то вроде бы делаешь много чего, но как-то не напрягаешься особо. И добиваешься всего чего-то ты хочешь вообще. Но я ему пытался объяснить, что я-то с божественной точки зрения тружусь. Я для людей, для державы, для общества, для того, чтобы всем жилось хорошо. И поэтому как-то не напрягаюсь, меня двигают вперёд. Даже где-то, если я что-то не просекаю, мне подсказывают. А ты стремишься показать свою умность, пытаешься достичь чего-то самостоятельно для себя, для своего кармана. Ну то трохи для Себа. Всё для Себа, всё для семьи. Он отмахивался рукой. Но потом я ему подсказывал ещё несколько раз, говорю, ну сделай вот так, вот так, с людьми так общайся. Он там всё время, да это невозможно. Я говорю, ну посмотри на меня, у меня что-то получается. В конечном итоге довёл себя до такого состояния, что уже залез там в долги, во что-то ещё и так далее. И там, ну в общем, ситуация неприятная. Там, болезнь и так далее. Я как-то наоборот ушёл из всех дел, там бизнес закрыл, занимаюсь ради, сижу, нигде зарплаты у меня нет, но при этом умудряюсь каким-то образом жить, да. И вот он так опять руками разговаривает, ну как так, ну как? Вот я вот работаю и весь в долгах. У меня долгов там в несколько сот тысяч. Ты нигде не работаешь, но при этом у тебя нет долгов, и ты живёшь, и в общем-то не морщишься, не хмуришься, и весёлый, и довольный. Я говорю, ну ты вспомнишь, что я тебе говорил с самого начала. Я живу ради того, ну опять можно перечитать, ради державы, ради людей, для того, чтобы всё это было по божественному промыслу. А ты живёшь трохи для себя. Вот и вся разница. Поэтому ты живёшь для себя, у тебя отнимают. Я живу для всех, и мне это всё как-то возвращается, даже не думая об этом. Ну это закон благодарности. Незнание закона не освобождает от ответственности. То есть если человек не знает космический закон и не знает закон изменения, то есть если он ничего не хочет менять, и он просто жалуется, то вот сам уже ответ, он только что был произнесён, и всё это больно. А Тамаре, в принципе, я тоже хочу сказать. А вот как ты общалась с родными до того, как ты стала что-то осознавать и что-то поняла? Вот просто ты общайся так же, как с ними и общалась. Вот с той позицией, как ты и была. Была дочерью, сестрой, кем-то ещё. Вот общайся так же. Зачем же пытаться их переделать? Ну они же живые люди, и у них есть своя жизнь. И то, что Александр сказал, мне кажется, хороший вариант данного случая. Не надо никому чего учить, что-то доказывать. Ты просто живи. И в том случае, если твоя правда помогает тебе стать лучше, то в этом случае это будет людям заметно. И они, видя твою правду, видя твой образ жизни, будут задавать вопросы. Как же так у тебя получается? И вот тогда ты имеешь полное право по всем основаниям сказать, а вот так. Ничего никому доказывать не надо. Ну да, да, да. Вопрос эфира от Данила. Здравия ведущему Исказителю. Александр, слышал из сети интернета, что карму отменили. Что думаешь по этому поводу? Это вообще реально? Благодарю за ответ. Ну вот я смотрю, за что на вас Данила энергетические, на остальных. И карму отменили у детей индивидуальных, которые рождаются и приходят сюда чистыми. Но они пришли отработать родовую карму. Поэтому тут не надо путать. Есть как бы карма индивидуальная, родовая. И все очень индивидуально. Поэтому надо просматривать каждую сущность индивидуально. Я надеюсь, я ответил. Я тоже надеюсь. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Александр. Как предложенная тобой всепрощающая теория, попахивающая некоторыми христианскими нежизнеспособными догмами, в скобочках, состыкуется со славянскими обычаями и заповедей наших богов и предков, построенных на принципе справедливости. Каждое деяние человека той же мерой мерится. Благодарю. Ну, очень просто. Никакого отношения тут к христианству не имеется. Есть закон кармы, который, опять же, те же наши славянские. Это что и звучишь, что и получаешь, что и сеешь, что и жнешь. То есть, если вы изначально в эту ситуацию попали, то это кармический узел. Но если эта ситуация вас чему-то должна научить, то вопрос ему и как. Поэтому каждое деяние человека той же мерой мерится, но это закон той же кармы, вы просто другим языком перефразировали. И тут все очень просто. Вы должны, понятное дело, если нужно вам защищаться, то нужно защищаться. Но мастер, он создает реально таким образом, что у него даже это вообще ситуация не будет. Ну, не надо. Не с чем бороться. Да, тебе вот Данил написал. Да, да, ответил. Ответил на мой вопрос. А. Так, идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Владимира Сваи. Я вот вообще не заморачиваюсь. Стресс так стресс. Поел, поспал и стресс прошел. Ну, правильно. Дальше. От Олега из Иркутска. Вопрос. Лично я преодолеваю стрессовое состояние методом сравнения моей жизни ситуацию с чужой, более худшей и вспоминаю подвиг Алексея Моресьева. То, что ему пришлось пережить и сразу становится легче. Второй способ это изменение отношения к ситуации. Жить по принципу улыбки, как доктор Ливси из мультика «Остров сокровищ». Единственный минус этих методов — они не идут автоматом перед ними срабатывает предыдущая депрессия, матрица. Как по вашей методике избавиться от этого? Благодарю. Ну, это как мышечная память. Если вас вечером в школе будили, когда вы учили стишки или ещё что-то такое, вы автоматически вспоминали. То есть это работает через аффирмации, через подпознание. Если вы их 21 день повторяете 144 раза, то оно в подсознание уходит. Если вы внутреннюю улыбку 21 день и больше будете каждый день улыбаться, радоваться, идти на счастливую работу, у вас будет хороший муж, жена, дети, окружение, родные, близкие, вы будете даже ехать тяжело, то вы где-то, да ну это же классно, проработаю, научусь. А если не научусь, значит завтра научусь, послезавтра. Главное, что я буду делать, обучаться, читать, искать решения, ну вот, таким образом. И вы найдете ответ. Так, дальше вопрос эфир от Владимира Сва. Как считает Александр, взаимосвязан ли стресс с грехом? И есть ли наказание за жизнь не по совести? Ну, конечно же есть. Когда вы живете не по совести и благости, это почти то же самое. То есть вы автоматически получаете самонаказание. То есть, как говорится, самонаказание происходит по негативным вибрациям, которые влияют как на физику, так на ваше поведение, так на ваше состояние, и вы притягиваете в окружение все греховное. Если вы прорабатываете это, то у вас это уходит. Вы раскаиваетесь, рассознаетесь, прорабатываете, как бы, пытаетесь завладить эту карму, и ситуация уходит сами собой. Так вот, реплики из Ютуба поступают от Света. «Я согласен, нет энергии, это пассивное преодоление стресса, неактивное». Добрый рептилоид написал «Слушая себя, слушаешь свой разум, сердце или желание?» Кстати, это вот не реплика, а «Слушай свой разум». Ты слушаешь что? Себя вернее, когда себя слушаешь, слушаешь свой разум, сердце или желание? Ну, я уже когда сказал, это преединство должно быть, духа, душа, высшего я. То есть надо перерести единство, это чёрное, белое посередине. Всегда надо смотреть комплекс, а не только сердце, только разум или чувств. Надо соединять. тут такая завязывается переписка. А вот дурак тоже имеет ра, написала Оксана Брейнер. А Света отвечает, дурак у славян имел другое значение, то есть другой, второй или третий сын, точно не помню. И вот реплика по поводу дурака тут более интересная. А на самом деле нет ничего такого, если вообще взять любое слово, даже в толковом словаре, то даже в толковом словаре, прошу заметить, то там есть много значений слов. В славянстве дурак, это тот, который несёт свет, который несёт значение. Если мы берём по буквице, это добро, которое призывает к изречению света Творца во множество его проявлений. Если мы берём каждую буквицу отдельно. Поэтому этот человек, который несёт добро, но он призывает к изречению этого добра, как человек божественный. Только у него действия нестандартные. Они разные. Поэтому тут не надо, как говорится, у каждого своё мнение. Может быть, на мнение, я просто одуюсь терминологией, рассказал по поводу в рамках контекста ответа. И в славянском языке язык образный. И я ответ на предыдущую эфрику передал образом. Мало того, я передал образ многоуровневый. И на первом уровне был тот ответ, который касался предыдущего, который задавал вопрос. А тот образ немножко другой. Да, ну вот здесь вот, да неважно, какой там был сын, я хотел сказать, Света пишет, что дети себя в деревне тоже могут чувствовать счастливыми. И подростки. Конечно, если выхватить подростка из привычной среды, ему будет плохо. Но дело не в деревне. Понятное дело. Это же, опять же, вопрос. Кому-то надо быть там великим гением, и он должен взаимодействовать с кучей людей. Ну, надо смотреть. Астрологические, какие-то правильные, какие-то энергетические. А кто-то просто родился, чтобы там в деревне быть классным фермером, потом он и как бы реализовался там. Зависит от задачи. У каждого индивидуально. Нельзя так всех под одну ребёнку давать. Так, вот Оксана Брейнер. «Счастье внутри нас». Александра Зодчияра. «Ты есть книга жизни. Читай себя». И Женя Макарова «Помни себя и будет с тебя». Ну вот такая интересная есть переписка у нас идёт. Я думаю, тут комментировать нечего. Да, всё уже за нас сказано, да? Дальше. «Всё правильно». Реплика из Ютуба. Света написала реплику. «Человек должен найти своё дело. Несчастье часто от того, что не тем занимается человек. Не своим. Жизненный путь, который предписан человеку. А иногда он идёт по чужому». Ну, всё правильно. Несчастье, несумместное участие в творцовом. То есть ты не участвуешь в творцовом, который сам являешься ты и запрограммировал свою реальность. То есть ты идёшь по другому пути. Вот и всё. Вот реплика пришла такая в эфир в мою сторону, Алексей. Но я ведь их не стараюсь переделать или советовать, но я должна же им сообщить о непрерывности жизни. А они это отрицают, обвиняют меня сектанткой. Но ведь они родные, и от них не отвернёшься и не разорвёшь отношения. Вот что скажешь на такую реплику? Ну, непрерывность жизни можно по-разному объяснять. И твоим жизненным примером можно сидеть, обложиться книжками, ютуб-роликами, показать и просто сказать, ну, так это что, сектантство? Это сектантство, потому что там учёные, регрессологи, уже даже есть формулы, которые доказывают о жизни после смерти, случаев. То есть, когда, получается, половину мира уже зашли с ума, ну, сектантство, тут просто индивидуальный подход под каждого. То есть спросите, если вы каждый день будете работать, просто каждый, каждый Божий день будете работать, то я думаю, Высшие Силы, Ангелы, Род вам подскажут правильное решение и подход к вашим родственникам. Может, они вам кармические зеркали показывают, как вы просто в жизни к ним и вот они отрабатывают таким образом подход. Я думаю так, но ведь ты же уже сообщила им о непрерывности жизни, ты же уже сказала им один, а судя по всему, уже несколько раз, раз уж они тебя обвинили сектанткой-то, может быть, уже всё, хватит, и не надо от них отворачиваться, живи с ними, наслаждайся общением с родственниками. Ты же уже сказала о том, что есть, судя по тому, как они тебя обвинили. Так что всё нормально, свою миссию ты выполнила. Остановись и живи просто как с родственниками. Ну вот, да, вот по-моему, тут всё уже ясно. Да. Идём дальше. Мира, Алексей, а, всё, это уже я прочитал. Александр, за чья? Причинно-следственная связь существует, также и закон бумеранга, отсутствие кармы приведёт к хаосу. Ну да. Пётр Степанович, разве возможно уйти с пути или программы? Вот этот вопрос. Всё это путь. Просто у кого-то он длиннее, у кого-то короче. Можно одни уроки проходить в 15 воплощений или 100 воплощений, или 1000 воплощений, а можно за одну жизнь выйти до уровня сознания Творца. поэтому всё зависит от вас. Ну вот, Владимир Сват только что ответил то же самое, что я и сказал. Ну в общем, да. В общем, да. Давай, наверное, вот что сделаем. Там я почитал в Ютубе, сюда это не попало, поскольку это не были реплики. Там были просто суждения. И вот некоторые высказались, ну уж очень ты подробно всё это разжёвывал. Ну вот прям как будто первый раз люди тебя слушают. Давай сейчас, пока ещё вот накапливаются вопросы и реплики, у нас ещё немножко есть время, и скажешь, ты не торопишься никуда, а то, может, торопишься, я тебя задерживаю. Вот. То я предлагаю тебе подвести такую промежуточную черту и уже не разжёвывая просто сказать, от стресса, вернее, чтобы избежать стресса, надо вот так вот воспринимать информацию. Прямо вот без разжёвывания. Просто как вот пункт 1, пункт 2, пункт 3. Вот такие вот реплики короткие. Ну, давайте так круче. Я там, домашнее задание, потому что я уже это говорил, чтобы не повторяться. Я просто скажу, домашнее задание, которое поможет каждому человеку избежать от стресса и спрограммировать свою жизнь на будущее. Это будет лучше всего, если это не против. Ну, тут самое простое, несмотря ни на что, мы вспоминаем те же замечательные афоризмы матери Терезы, кто может помнить, кто нет, люди часто, они неразумные, нелогичные, неэгоистичные. Несмотря ни на что, прощайте. Если вы добрые люди, могут вас обвинить в ваших эгоистичных намерениях, несмотря ни на что, будете добры. Если вы преуспеваете, у вас появится не очень много и не только истинных друзей, но и ложных. Несмотря ни на что, преуспевайте. Если вы честны и открыты, люди могут обмануть вас и несмотря ни на что, будете честны и открыты. То, что вы строили многие годы, понятное дело, может рухнуть вообще за ночь. Несмотря ни на что строите. Если вы достигли и спокойствие, и счастье, люди могут стать зависливыми, несмотря ни на что будете счастливы. То хорошее, что вы сделали сегодня, люди часто забывают завтра, несмотря ни на что делаете добро. И отдавайте миру лучшее, что вы имеете, что зачастую может быть недостаточно, несмотря ни на что отдавайте. Если вы осуждаете кого-либо, у вас не остаётся времени его любить, несмотря ни на что любите. Это самое важное. Позвольте себе, как лица Вселенной, разрешать быть так счастливыми, а человек при счастье не будет иметь, как говорится, стресса. То есть первое, чтобы подытожить, определите причину своих стрессов, страхов, фобий. В прошлом прямо напишите стресс или страх появился в колоночку. Тогда-то и вспомним, как это было, и заменяем негативную установку на позитивную. Ну вот просто элементарно попытаемся просто вспомнить, понять, почему этот стресс меня волнует, и как бы я хотел, чтобы эта ситуация поменялась в моей жизни. И просто меняем через аффирмации, через медитации, хотите, через дыхание. Много разных практик, которые уже было озвучено ранее. Делаем каждый запрос, программируем наш день, реальность, высшему я англу, хранителю душе, кому хотите, роду, можно все вместе. То есть я хочу сегодня получить то-то, сделать то-то, в моей жизни произойдет то-то, то-то, то-то. То есть небольшой план. Это поможет тоже избежать стрессов. Понятное дело, каждый день благодарим и за все уроки, и помощь, и получаем обратную связь по дню, и делаем, ну хотите, дневничок запишите, выводы какие-то, или просто сами перед сном. Таким образом, это поможет вам избавиться от стресса, или понять, может, вначале нам кажется, это стресс, а потом, на самом деле, мы думаем, блин, так я же точно был или была неправа. Может, мне человек, или кто-то указывал на то, что я был неправ, а я бы это не подумал, я там эгоизм сработал, или там самозащита, или какие-то процессы. Понятное дело, читаем книги, их очень много, и очень много умных, полковых книг помогут нас расширить наше сознание, ну или там видео на ютюбе, которые, когда мы расширяем сознание, мы становимся опытными, и тогда у нас мы не будем попадать в стрессовые ситуации, потому что у нас будет опыт. Ну и когда мы работаем с поставленными целями и учимся управлять реальностью на примерах, которые были, то у нас никаких вопросов по определению не может быть. Ну это как вот такое, как говорится, квинтэссенция того, что я хотел как бы сказать. То есть можно об этом говорить очень много, но как бы самое главное, если мы это проделаем, то, поверьте, оно все скомпонуется, реализуется. Миколаевич из Тараховки, вопрос эфира. Уважаемый исказитель, как узнать погрешения прежних жизней, чтобы избавиться от кармы негативной? И второй вопрос. Фильм «Вода» по подробнее. Год, страна, режиссер и… Да, ну вопрос, фильм «Вода» я честно не буду говорить, я не помню. Это фильм, я знаю, какая-то российская киностудия, там есть первая, вторая, третья часть на ютюбе в открытом доступе, можно посмотреть. Просто пишем фильм «Вода» и там появится сила, свойства воды. Я не буду врать, не помню. А что касается, как проверить карму с прошлой жизнью, ну есть несколько вариантов. Вы можете, опять же, делать специальные практики, есть такие техники, как храм предстоит, вы можете погрузиться в медитацию, погрузиться в то тонкое пространство, там где увидеть свой храм души, и увидеть свои контракты. Можно попросить ангелов, чтобы вам показали, можно запрашивать. Ну есть специальные техники, и там вам во сне могут показать, там, кому что должны или кому что делали. То есть вариантов очень много, но самое важное заниматься духовностью, духовными практиками и осознаниями. Если вы будете это делать, то рано или поздно вы узнаете эти контакты. Ну и самое простое, я уже говорил, есть астрологические, нумерологические карты, специальные программы, вы просто смотрите, какая планета в каком доме, и там показываются ваши кармические долги, а потом можно сопоставить с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете по датам рождения, можно определить, на каких уровнях у вас кармические долги с этим человеком. Ну это даже так на самом убывательском уровне, чтобы не углубляться в какую-то тяжелую эзотерику. Поэтому это вот так. Надеюсь, я ответил. Я тоже надеюсь. Вот сейчас лежу за чатом в ютубе, карма — это нехорошая вещь. Как я понимаю, нам её повесили как гирюс, который мы должны шагать по жизни и не в состоянии её сбросить. И каждый шаг фиксируется ею. И это разве нормально? Ещё добавляет Шекельгрубер. Карма — сказки для рабов. Вот. Ну, я по поводу сказок или не сказок ничего не буду говорить. И по поводу не хочется переводить нашу эфир в космоэнергетику, откуда появилась карма и как она формировалась. Просто скажу, что на какой-то момент она действительно произошло в рабство, когда мы просто-напросто заложники сами же, своих же ситуаций, потому что было огромное количество войн, в тёмное время суток или ночь свараха была. Поэтому, конечно же, всё это превратилось в не ту изначальную форму, через которую мы должны были эволюционировать. Вот так. Хорошо. Так. Ну, в общем-то... В общем-то... А, ну вот ещё есть реплика эфира от Владимира Свакарма, это не распутывание узелков, а кара за систематический грех. Ну, это уже мнение. Да. В принципе, наверное, мы можем... В принципе, мы можем заканчивать сегодняшний наш эфир. Да, так я смотрю, ещё какие-то есть серьёзные вопросы. Не вижу. Не вижу, да. Так что давай, наверное, подводить итог сегодняшней нашей беседе. Ну, в первую очередь, как уже говорилось ранее, уважайте себя, уважайте других, будьте ответить за свои поступки, поступайте по совести, живите в благости. Если вы будете жить в благости и здравомыслием используя, то я думаю, что вы не попадёте ни в какие жизненные стрессы, переживания, ни в не создадите ситуации, в которые вы будете переживать очень долго. Ну, а если вы отвечаете за свою жизнь, за свою реальность, ну, или там, допустим, уже произошли какие-то стрессы в вашей жизни, проанализируйте вообще обратимые это и необратимые ситуации, может, им нужно поменять отношения, в жизни всё ваше поменяется. Просто нужно понять, что всё в этом мире не просто форма вашего восприятия, точки сборки или вашего сознания. Просто старайтесь увидеть свет и любовь, радость и счастье в каждом моменте вашей жизни. Александр, Александр, вот ещё подожди, вот появился вопрос, который я не могу пропустить, вот на нём, наверное, закончим, от Петра Степановича. А если нет страха, нет стресса, а просто неинтересно, как сделать так, чтобы правильно и интересно? Вот, наверное, вот на этом стоит закончить сегодняшнюю передачу. Вот ты можешь дать ответ мне. Вы вокруг, остановите свой внутренний диалог, частичка не во Вселенной не воспринимается и неинтересно. Ну, это интересно, вы просто не принять это не хотите. Опять же, это то начало, о котором я говорил. Возможно, это генетические программы, возможно, это суждение, которое вам навязали, возможно, вы сами попали в жизненную ситуацию, текущие энергетические долговые, вы уже не хотите ничего делать. Не хотите. И закон изменения, закон творчества, всегда он существует. Будете творить, будете позитивнее, и у вас всегда пробуйте новое. Неинтересно текущая жизнь, поменяйте её полностью, бросьте всё, переедете, жить на Алтае, я думаю, там интерес очень. Я искренне в это верю. Понятно. Мало интересу, прогуляйся по ночному городу по переулкам. Ну, вариант. Да. Ощутишь все радости жизни и сразу поймёшь, что такое страх, что такое не страх, что такое много чего другое. Потом столько можно будет врачам рассказать. Хорошо. Что ж, итог ясен, мне кажется, любому, кто нас слушал, у кого есть хоть чуть-чуть капля здравомыслия, наверное, для себя какие-то выводы сделали, кто хотел задать вопросы и разобраться с чем-то, наверное, их задали, ну, а ты, естественно, как тебе видится, ты о них рассказал. Нам остаётся только попрощаться с нашими радиослушателями и сказать, что, друзья мои, всё, в общем-то, в ваших руках. И карма, и не карма, и всё, что в этой жизни, и всё, что, если вы верите в следующей жизни, и если не верите, тоже всё равно, даже если не верите, всё равно за всё уплощено, как это в анекдоте драку заказывали, или нет, уплощено. Вот. Так что, лучше, мне кажется, жить по совести, чтобы меньше на вас проблем сваливалось, и тогда и жизнь будет вам улыбаться, и радость будет в жизни. На СИМ, мне остаётся только вам напомнить, что по одному из современных календарей 14 июня 2017 года среда, по одному из современных календарей, по одному из современных календарей, по одному из старинных 24 день в месяц ветров 7525 лета осьмится, стрессы и как их избежать, работа над восприятием информации, такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Александр Жарков нам поведал, что хотел, что желал, что ему необходимо было рассказать, ответил на ваши вопросы. Благодарю тебя, Александр. Как говорится, приходите ещё, приносите побольше и почаще. А нашим радиослушателям тоже низкий поклон и зрителям канала YouTube. Друзья, ну вот что бы мы без вас делали? Ну вот такие замечательные вы реплики вы сказали, такие отличные, на мой взгляд, вопросы задаёте. Ну вот что бы мы без вас? Ну вот без вас мы просто никуда. Так держать, вместе мы сила, надеясь, что мы все вместе изменяем мир к лучшему. Каждый, по-своему, каждый в меру своих возможностей. Насим, желаю вам добра, здравомыслия, быть добру. Увидимся и услышимся. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Ров и Александр Жарков. До встречи. Всё добро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова